Слава нашему Господу, братья и сестры! Мы сегодня имеем праздничное служение. Пускай этот праздник действительно в наших сердцах он пребудет. Когда мы читали и слышали сегодня утром, что царь въезжал в Иерусалим, в тот город, где надлежало быть царю, люди радовались. Сегодня мы понимаем, что наш царь, он восседает на троне небесном. Слава нашему Господу! И он царствует. И все в его руках. И наша жизнь, и мы, и все, что происходит, он все знает. Люди видели, когда входил Иисус, и они ожидали. Мы понимаем, их неожидания, они не у всех совершились. Они думали, что он воссядет как царь, как царь Давид. Он будет царствовать. И в царствовании его будет все прекрасно, хорошо. Вернется слава-то к Израилю. Он объединит эти все рассеянные колени. И зацветет народ израильский, как великое государство. Этого не произошло в их глазах. Но это произошло в наших глазах. И хотелось бы, чтобы мы всегда об этом помнили, что наш царь, он на своем месте. Слава нашему Господу! И что ему покорено абсолютно все. Абсолютно все. Он может контролировать. Он может царствовать. Он может говорить, повелевать. И так оно и будет. И все будет слушаться Его. Слава нашему Господу! Мы перед пасхальные дни, я так думаю, многие из нас рассуждают о том, как бы осветиться, как бы очиститься, как бы приготовиться. Вспоминаем эти истории Пасхи, как народ Божий, он готовился к этому. Читаем, размышляем, слушаем проповеди, проповедуем, говорим, рассуждаем об этом друг с другом. Действительно, это время, может быть, это по привычке у нас так, но мы готовимся. Мы смотрим внутрь себя, очищаемся, освещаемся как-то, ищем Господа, ищем лица Его. Слово Божие говорит в 1 Коринфянам 5 главой, седьмым стихом. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Прекрасные слова. Апостол Павел призывает нас праздновать, призывает нас радоваться. Действительно, радость, настоящая, совершенная радость приходит от того, что сердце чистое, что Господь очистил, осветил, коснулся, наполнил своей благодатью, наполнил своей чистотой. Действительно, тогда хорошо и радость наполняет. И приходит, и мы готовы праздновать, и празднуем, и радуемся тому, что сделал для нас Господь. Слава нашему Господу! Вы знаете, сейчас до сих пор евреи, они так же, это время перед Пасхой, они так же готовятся, рассуждают, читают. И у них так же есть свои обряды. Они ими, ну как бы, дорожат ими или из года в год в семьях своих они это делают. И вот интересный такой момент у них есть, когда они перед Пасхой, вот, они очищают свои дома, очищают посуду, очищают все вокруг, убирают все квасное. всякий хлеб, всякую выпечку такую, что сделано из теста такого квасного, очищают, убирают, это все тщательно чистят, смотрят, даже там с фонариком так, знаете, ходят, казалось бы, все чисто, но все равно они с детьми своими показывают, что вот так вот тщательно, тщательно нужно это все проверять, чтобы не было ничего в доме квасного, потому что так сказал Бог, так им повелел в слове, вот, чтобы они это очищали и делали. И даже если они уверены в том, что все чисто, вот, даже есть, они вот так вот берут хлеб, ломают его на несколько кусков, заворачивают его в бумагу, там, или как-то, чтобы крошки не распались, прячут его, вот, и вот тоже с детьми ходят по дому, находят, собирают, и вот определенное количество, на которое разломали, нашли, все, значит, мы сделали эту заповедь, очистили дома свои от квасного. И даже у них есть такая молитва, когда они это все даже сделали, они даже молятся о том, что, Господи, если мы даже это все пропустили, если это мы даже не заметили, не увидели, то пускай нас помилует Твоя милость, чтобы мы к Пасхе подошли чистыми. Интересное такое. Ну, конечно, ну, мы, может, посмотрим, это для нас, ну, традиция, ну, делайте, из года в год это проходит, из семейства, из поколения в поколение учите, но для нас это можно, можно тоже увидеть в этом такой хороший прообраз. Хороший прообраз, что и нам нужно исследовать, и не только раз в год перед Пасхою, но всегда исследовать сердце свое, всегда смотреть, зажженной свечой, зажженным огнем, искать, смотреть, чтобы ничто не осталось квасного, чтобы ничего не осталось греховного, потому что Слово Божие, оно говорит, что о закваске, когда говорит, то говорит в таком негативном отношении, что закваска – это плохо, и, наверное, имеется в виду грех, либо то, что плесневеет, либо то, что неугодно, непригодно ни к чему и к пище. Интересно, я слушал такую перед радиопередачу, и там с научных таких размышлений определяют, как, что было, и вот интересный вопрос было, почему умерли младенцы в Египте? Задались таким вопросом, рассуждали, вот, почему они умерли? И вот одна из гипотез, ну, утверждать наверняка, что это да и аминь, я не думаю, что это нужно, но выразили такую гипотезу. Одни ученые, целый даже институт, вот там начал рассматривать это, ну, люди в нем, и заметили то, что однажды в Америке, в каком-то штате, ну, где-то 18 или больше детей, вот так вот взяли и умерли, почему-то умерли. Они начали смотреть, исследовать, вот, и причиной выяснили, что причиной их смерти, это была такая бацилла какая-то, или что, которая влияла на легкие, она там попадает туда, быстро развивалась, и очень многовенно развивалась, и человек умирал. И вот заключили, что дети, они умерли от этого микроба. И предположили, что то же самое произошло и в Египте. Произошло и в Египте, когда была эта казнь, девятая казнь, когда померкло все, и предыдущие казни также, там все побило градом, огонь там попалил, вода, жабы, все это, все это, можно сказать, последствия всех этих, всего этого привело к тому, что продукты, все то, что есть, оно приходило в негодность. И та тьма, уже девятая казнь, которая была в три дня, когда люди просто сидели и не могли не сдвинуться, не это самое, вот, предполагают, что именно эта причина, она, эта тьма, отсутствие света, повлияло на это, на большой рост этого микроба. И когда уже был свет, тогда люди начали есть это все и отравлялись. Почему младенцы? Потому что культура Египта, она была такая, что все нужно было дать первородному, потому что на первородном все сходилось, финансы, наследство, все дела, все звания, все, и они хотели, чтобы первородный, он был всегда здоровый, всегда был накормленный, всегда, чтобы все ему, самое лучшее, чтобы его сохранить. И возможно, это послужило причиной, что накормили, отравился, умер. Мы не знаем, утверждать не будем, но это гипотеза, можно об этом рассуждать. Бог, он дальше говорит об этих днях, чтобы не было квасного, и чтобы народ ел пресное. народ ел пресный хлеб, чтобы никакой закваски не было в домах. Это для нас прообраз, мы также будем об этом рассуждать, думать и смотреть в наше сердце, чтобы этого не было. Вы знаете, однажды Христос, Он пришел в одно селение. Пришел в одно селение после того, как накормил людей хлебом. Накормил, оставил их там и переплыл, написано, в пределы Далманувские. Пределы Далманувские. Приплыл туда и пришел для того, чтобы дальше продолжать миссию, на которую призвал его Господь. на то, что помазал его Бог. И придя туда, Слово Божие говорит, что к нему пришли фарисеи и саддукеи. Пришли и начали с ним спорить. Пришли и начали ему говорить, покажи знамение. Говорить, если ты, кто ты вообще такой, давай что-то делай, покажи, чтобы мы уверовали. И мы понимаем и читаем, что это им нужно не для того, чтобы они уверовали, но для того, чтобы найти какой-то укор, найти какой-то недостаток, какое-то несовершенство, какое-то несоответствие с ихним пониманием. Задавали эти вопросы, искали, подыскивались, вот как-то много спорили. Мы можем только представлять в этих коротких словах о том, что говорится, спорили с ним. мы можем рассуждать о том, ну как это две противоборствующие такие группировки фарисеи и садукеи, они сошлись почему-то в одном. Мы понимаем из истории, что они не дружили, у них не было общих таких этих самых интересов каких-то. Но почему-то, чтобы укорить Христа, но для того, чтобы найти, подыскаться, они соединились и задавали ему вопросы и говорили. На что Христос, Он сказал, что вам это знамение не дастся, потому что вы лукавые люди, вы все прекрасно понимаете, как должно быть, вы все знаете совершенно, вы читаете и Слово Божие, не дастся вам никакого знамения. И сказав Он это, он интересно так написано, Он вздохнул глубоко и сказал, что не дастся вам этого знамения. Развернулся и отплыл назад. Печально так. Это не единственная такая была встреча, не единственный такой был случай в жизни. Сегодня мы вспоминали, то же самое было. Христос вошел, но встретили Его. Встретили Его простые люди, которые, может быть, до конца толком ничего не понимали, но другие, которые книжные были, знатные были, говорили ученикам, пускай замолкнут, останови, что вы делаете, что это происходит. Это не по Писанию или это не по нашим определениям. Христос пришел туда, в Иерусалим, а в этом случае Он вернулся назад, которым мы рассуждали, говорили, когда пришел Он в эти пределы, оставил их и ушел своей дорогой. А перед этим, перед тем, как Он прибыть в эти пределы долманувские, Слово Божие говорит, что приходили к Нему все, приходили, искали Его, нуждались в исцелении, Он их исцелял, нуждались в различные нужды у них были, и одержимости, и беды какие-то, и болезни, и просто люди ждали какого-то ответа. Он говорил, учил их, исцелял, много что сделал, люди дивились, люди, может быть, в вере возрастали, радость приходила, действительно, это то, что Бог обещал, действительно, это то, что нам нужно, действительно, в этом человеке, в этом Иисусе столько много любви, столько много добра, и именно такой Царь должен быть, именно такой руководитель должен быть. Люди доверяли Ему, люди шли за Ним, люди искали Его, может быть, до конца не понимали, но им было хорошо от того, что Он им дал, об том исцелении, прощении, Он говорил о любви Господней, говорил о том, что придут эти новые времена, когда Богу будем поклоняться в Духе, в Истине, говорил о том, что придет оправдание, очищение народа. Эти слова, они действительно как елей ложились, может быть, люди до конца не понимали, может быть, у них не у каждого там была Библия, Завет, Старый Завет у них в руках, но они радовались, они верили, они обновлялись, Христос их насыщал и физически, и духовно, но в тех краях, когда Он переплыл через лодку, Он встретил споры, Он встретил непонимание, и можно сказать так, что эти люди, эти книжники, эти фарисеи, они послужили препятствием, препятствием в их местах, препятствием в их городах, препятствием в их синагогах, чтобы люди также получили благодать. В их синагогах, в их краях, возможно, в то время никто не исцелился, никто не освободился, никто не получил благодать, никто ничего не услышал нового, никто не принял от Господа Слово. Почему? Да потому, что книжники и фарисеи спорили и просто не дали Христу пройти в эти Далманувские города. Просто не дали. своими понятиями, своими какими-то учениями, своим пониманием не дали. Люди остались, как были, люди остались, как и жили. Может быть, знали от этих книжников, от этих саддукеев что-то о Христе, о Мессии, что-то ждали, ждали Мессию, ждали, что придет это время и не узнали. И не узнали. Почему? Потому что их служителя, их учители, их попечители не приняли Христа, а противостали Ему. И Христу, Сыну Божьему, пришлось вернуться назад. Христос говорит об них, об этих людях, что в них закваска. в этих людях закваска и говорит ученикам своим, и вы берегитесь ее. Вы берегитесь ее. Это есть лицемерие. Нужно беречься этого. Сегодня, наши дни, нам тоже это слово звучит, чтобы мы береглись лицемерие, чтобы мы береглись всякого лукавства. Мы читаем из Слова Божьего, мы видим фарисеев, мы видим, они вроде как бы и праведные, вроде хорошо говорит, и сам Христос говорит, то, что они вам говорят, то слушайте, но так как они поступают, вы не делайте, потому что они говорят, но силы не прикладывают ко всему тому, что говорят. Это ложь, это обман, не делайте так. Слово Божие говорит также, что у них, у фарисеев, у них зависть была, зависть к тому, что Христос делает, зависть к тому, что за Ним все идут, зависть такая, что Его народ слушает, Его народ превозносит, поклоняется Ему, ищет Его. Бог совершает через этого человека исцеление, очищение, освобождение, люди радуются и идут за Ним. И фарисеи, все это видя, смотрят, что в синагогах ихних начинают говорить о Христе, в синагогах, в городах ихних начинают рассуждать, что это царь, что это действительно тот, о котором вы нам говорили, проповедовали, говорили, что придет Мессия, да, так должно быть, вот, он исцеляет, он кормит, он все хорошо делает, он и так, и так, и так, и это то, о чем вы говорили, на что они сказали, нет, это не он, нет, это не он, потому что закваска мешала им открыть глаза, заквасила их, ихнюю внутренность, завистью, лицемерием, всякой ложью, и они перестали видеть отчетливо, поэтому Христос и нам говорит, чтобы мы очищали всякую закваску, всякий порог, всякое лукавство, потому что закваска имеет такую свою особенность развиваться, она не останется в таком положении в маленьком, ничтожном, что ее не заметишь, но она будет развиваться, как дрожжи в тесте, казалось бы, так чуть-чуть, вроде какая-то там немножко там есть, но со временем, при обстоятельствах, растет, становится большим, заквашивает это все тесто, вы знаете, читая дальше историю, мы видим, что эта закваска, она даже и заразной может быть, заразной может быть, передается она, вы помните, когда в Антиохии был Петр, вот, пришел там, ел с язычниками, вот, и вот, когда пришли уже, Павел пришел, он увидел, что тот ест с язычниками, ну, ест, ну, ешь, но начал таиться, начал лицемерить, начал как-то лукавить, на что Павел противостоял ему, остановил его, обличил его, и Слово Божие говорит, что вместе с этим, с Петром начали и остальные братья так лукавить и таиться, и не поступать правильно, по истине, это заразно, это закваска, поэтому, пускай нас Бог сохранит, братья и сестры, очищаться, действительно, удалять всякое лукавство, искать Господа, нуждаться в нем, и открытыми глазами видеть то, что Он есть, то, что Он пришел на эту землю, чтобы исцелить, обновить, благословить, и, возможно, Он подымает людей, до которых мы смотрим и можем сказать, а может ли что-либо из Галилеи хорошее, из Назарета что-то хорошее быть? Да не может, что ж там, мы знаем, что там за люди, мы знаем, кто-то такие, а именно оттуда почему-то Бог и воздвиг Христа, оттуда и привел, и много-много таких спорных вопросов были заданы Христу и рассуждали и не могли понять, ну как это может быть, ну что это такое, не принимаем, нет, не может быть, нет, это не от Бога, человек не от Бога, это чудеса, все это, все то, что Он делает, там изгоняет, все это Он делает силою бесовской, сделали такое заключение, нет, не принимаем, не нужен Он нам, и остались без освобождения, и остались без утешения, остались без всего этого, на что Христос, на то, что Бог помазал Христа, призвал Христа, благословил Христа, остались без всего этого, остались они, и остались и люди, те, за которыми, за которыми шли, за своими учителями, остались без божественного благословения, поэтому, братья и сестры, пускай нас, действительно, Бог благословит, пускай действительно из нас, из нашей среды воздвигает помазанников своих, чтобы, действительно, сила Божия, которая пребывает на них, на таких людях, чтобы она действовала, во благо нам, во благо нашим семьям, во благо нашим детям, потому что это воля Божия, Бог желает, и Бог воздвигает и ставит людей, которые преданы Ему, людей, и Он в сердце ведет Бог, Он видит, знает, что будет с человеком, и видя сердце человеческое, и желание, и настроение, и ревность, дает помазание, дает благословение, как важно нам, действительно, видеть Бога, видеть то, что Он желает сделать, понимать Его настроение, Его желание, Его любовь, о пути, которыми Он будет это делать, совершать, которое, может быть, для нас непонятны будет, вот, пускай мы будем видеть Бога, видеть то, что Он любит нас, действительно, видеть Царя, то, как хочет Царь, не по нашей воле, не по нашим пониманиям, но как хочет царствующий Царь, как Он видит это, своими путями, пускай Он и делает, доверимся Ему, откроем свои сердца, откроем свои глаза, очистимся от всякой закваски, чтобы она у нас не квасила, и чтобы глаза наши не закрывались, но пускай Бог действует в нашей жизни, в нашей Церкви. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...